Привет друзья, с вами Варчик. В игре World of Tanks существует 11 наций, в каждой из которых есть как минимум одна ветка, а как максимум 12 веток прокачки танков. Вместе со всеми подветками короткими, в советской там просто целое дерево ветвистое получилось. Во всем этом разобраться новичку будет довольно таки тяжело. Если новичок сразу пойдет не по правильному пути, он не попробует важные геймплейные элементы в игре, не узнает как они выглядят, как ими пользоваться, не ощутит тех ошибок, которые нужно увидеть в игре и не поймет что исправлять и как играть на победу и на хороший результат. Если начнет качать какую-то ветку, которая не способна охватить большую часть геймплейных элементов. Поскольку допустим большая часть ПТ-САУ может исполнить только небольшую часть геймплея, такие как прикрывать, зацеливать, играть от куста, вовремя отъезжать от него, чтобы иметь больше маскировки и просто менять позиции по карте, если это необходимо. Это очень малюсенький кусочек от тех больших возможностей, что можно делать на остальных классах техники. В частности на СТ и на ТТ, самый обширный и вариативный геймплей в игре, на них и нужно учиться играть. Они и являются самыми интересными и сильными классами в World of Tanks. А вот остальные классы техники в игре, они уже для разнообразия, после того как вы научились играть. Легкие танки, ПТ-САУ, эти танки уже можно покачать, после того как вы уже достигли определенного вменяемого адекватного уровня игры и уже более-менее разбираетесь. Сразу лезть в эти классы техники не стоит, поскольку на них уже нужно уметь играть в игру. Из-за того, что они не все могут делать в бою, повлиять на бой всего лишь несколькими элементами игры довольно-таки сложно. Поэтому нужно их выполнять досконально, что требует высокий опыт игры. Отталкиваясь от этого, плюс еще отталкиваясь от того, насколько все танки хороши в ветке и насколько они сильные, плюс еще к чему они ведут, к сильным танкам или к слабым. Я сделал такие вот скриншотики, на которых обозначил плохие и хорошие ветки и некоторые танки еще отдельно выделил. Зеленым цветом я выделял целую ветку, которую считаю максимально приятной и нужной для прокачки. Они подойдут как для новичков, потому что в этих ветках максимально много хороших танков. Если вы не знали, вы новичок или не слышали об этом, то в игре очень много несбалансированных танков. И пока вы будете качать какую-то ветку, вам на пути будут встречаться некоторые танки, на которых практически невозможно принимать участие в бою нормально, поскольку танк очень слабый. Тем более, если вы его выводите в топовое состояние, прокачиваете у него модули, ставите там топовые пушки, башни, пока вы все это еще не сделали, танки еще хуже. Так вот, допустим, я сделал 11 скриншотов и на них выделил ветки, которые стоит качать и которые не стоят. Выделил зеленым цветом ветки, которые стоит качать, желтым цветом ветки, которые можно выкачать для разнообразия, когда вы уже чего-то достигли в игре и научились в нее играть. Красные ветки, которые не стоит качать в принципе вообще, только в крайнем случае, если вам вообще нечем заняться. Также еще в некоторых ветках отдельным цветом выделил танк, который на фоне всей ветки выделяется. Начнем с советской ветки. Здесь рекомендация очень простая. Ветка, которая ведет к 430У, наиболее благоприятная, самая сильная по содержанию всей ветки по танкам. Здесь кактусов практически нету вообще, все танки сильные и имбовые. Самый слабый танк в этой ветке считается Т-43 на седьмом уровне. И то я на нем играл, в принципе, если у вас скилл высокий, никаких трудностей на этом танке не будет. Если вы средний или слабый игрок, или новичок, конечно же, любой танк у вас вызовет затруднения. Но! Это средние танки с рикошетной броней, со скорострельными пушками, маневренные, быстрые. Если вы где-то ошиблись, вы в любой момент можете переехать, объехать, занять другую позицию. Также тут имеются крепкие башни, что поможет вам играть в рельефе. И в целом броня рикошетная, что будет вам иногда помогать. Вы научитесь на этих танках играть от рельефа, от башни, ездить по карте, помогать союзникам, менять позиции. Также еще можно выставлять ромбики небольшие, чтобы броня отбивала вражеские снаряды рикошетами, если враги стреляют не с очень мощных пушек. Очень гибкие и многофункциональные танки, на которых можно научиться играть. Рекомендую к прокачке. Что касаемо остальных веток советских, то здесь очень много низкоуровневого шлака, на котором невозможно играть, потому что оно не едет, не танкует. Обзор маленький, пушки кривые и пробитие такой себе. Потом можно будет для разнообразия докачать ветку ИС-7. Если низкоуровневые тяжи, у вас получится проскочить за чертежи. Также советские ЛТшки довольно-таки неплохие и занимают роль такие полу-ЛТ, полу-СТ. Также высокоуровневые ПТшки советские довольно-таки неплохие, если на них играть активно и уметь играть уже. Качать новичкам их не стоит, поскольку на них будет очень тяжело реализовать здоровенные дрыны. Маскировку в ветке 2х8 будет тяжело реализовать новичкам, поскольку нужно играть активно, а не стоять на одном месте и ничего не делать. А это без башни и без скорости делать тяжело. Ну а на 2х8 вариант 4 нужно играть с тяжами, активно пользоваться броней, что тоже не будет легко без башни. Поэтому эти танки только для разнообразия, для уже умеющих играть. В целом советской нации больше ничего интересного нет. Переходим к немецкой нации, и здесь в целом практически один мусор. Ничего толком играбельного нет, все устаревшее, кривое и неудобное. За исключением ветки Леопарда. Ватные средние танки с великолепными точными пушками, очень быстрые. В игре занимаются ролью снайперов, которые ездят по всей карте и наносят урон из-под тяжка по крысе. Для активного геймплея эти танки в самый раз. Очень сильные и имбовые танки с 8 по 10 уровень. Все три танка тупо очень сильные. Параметры у них очень высокие. Если вы научитесь играть без брони, сможете с легкостью разбирать любого противника, который вам может встретиться. Только слабым игрокам нужна в этой игре броня. Поэтому этому геймплею тоже нужно научиться. Также в этой ветке еще есть хорошие девятки Е-75 и Е-50. Больше ничего интересного в этой нации нету. Остальные танки устаревшие и шлак, на которых толком нормально не поиграешь. Переходим к американской нации. Здесь в целом все тоже устаревшее, старючее и мусор. Нормальной ветки ни одной нету. Практически в каждой ветке по половине танков неиграбельный кал. Да и на высоких уровнях хороших танков тоже не сильно много, которые могут себя показать только в редких боях. Это нам не нужно. Танки, которые могут раз в 20 боев случайно что-то там сделать. Нам нужны танки, только хорошие, на которых можно принимать участие в каждом бою и играть хорошо. Тут только один танк, на котором можно это делать. Это М48 Паттон. И находится он в устаревшей ветке, где танки такие скромненькие, ничем не выдающиеся. Также и на полрубля еще Т57 Хэви норм, но он слишком медлительный для нынешних быстрых боев. Остальное все устаревший мусор. Переходим к французам. Здесь в целом нету танков, которые бы стоило качать новичкам в первую очередь. Для разнообразия для уже умеющих игроков можно выкачать 50Б и выкачать еще АМХ М4-51, потому что он очень сильный, хороший танк. С хорошей лобовой броней и приятной пушкой. Только не нужно на нем ставить альфовую пушку, потому что она помойка. Нужно брать ДПМную. Также французские ЛТшки довольно-таки хорошие, если вы уже умеете играть. Вы можете выбрать абсолютно любую, которая вам нравится. Хоть 13.57 на фулл голде и набивать себе статку, хоть 13.90. Ну или если вы любите в гоночки поиграть, к вашим услугам колесники. Они пока что еще сильные, пока их не понерфим. Переходим к Британии. Здесь тоже нет ветки, которые бы стоило качать новичкам или ветки для того, чтобы качать в самом начале. Здесь есть ветка баджера, ПТшек, медлительных, но бронированных с ДПМными пушками. Их можно прокачать для разнообразия, но я бы не стал качать всю ветку. Попробовал бы поиграть на торте, либо на баджере. Все остальное уж очень печальное и лучше не стоит на них играть. Если у вас нет чертежей, чтобы пройти пол ветки и не играть на всем этом говне, а сразу перейти к самому вкусному тортику и баджеру, то лучше не качать эту ветку вообще. Также эти танки 9-10 уровня не факт, что зайдут вам, даже если вы умеете играть. Уж очень они специфические и на любителя. Не могу не отметить, что здесь есть ветка тяжелых танков, очень сильных, но 9-10 все сложнее и сложнее с годами реализовываются, поскольку очень сильно их начинают со временем уже нагибать. Поэтому 9-10 на любителя, а 8-ка очень сильная. Как ДПМный тяжелый танк, не особо он блещет броней, он блещет тем, что он из-под тяжка может от рельефа очень быстро убивать врагов. Но это нужно уже уметь играть. Да и к тому же пол ветки, неиграбельный кал, и их нужно как-то проскочить, зачертежили свободку. В целом есть еще на любителя 9-ка и 10-ка стшки. Они устаревшие, не очень сильные, но если заняться вообще нечем, можно на них поиграть. Что касаемо Чехов. Эта ветка не особо сильная. Здесь есть пару интересных танков. На 6-м уровне Шкода Т-25. Интересненький барабанщик. Может поднагибать песок. Также еще очень слабая 8-ка. Считается кактусом. И неплохая 9-ка и 10-ка на любителя, если вы уже умеете играть, можно их попробовать реализовать. Ну а так в целом ветка слабоватая. И не сказать, что нужна. Для разнообразия можно качнуть. Но я бы не спешил. Да и со временем, наверное, они еще более устаревшие будут. Что касаемо Китая. Здесь практически все танки мусор. Только ВЗ-1195А. Очень хороший добротный танчик. Немножко кривая пушка, но лютый ДПМ, хорошее пробитие. Как для низкого танка, хорошие УВНы. Крепкая лобовая броня. Но имеются лючки, которыми не стоит торговать. Танчик хороший, сильный. Но вот вся ветка мусор, да и в принципе китайские танки, лучше даже не начинать. Японские танчики. Здесь есть хорошая ветка средних танков. С нее я начинал свое погружение в игру World of Tanks. Чему очень рад, поскольку это ветка ватных танков без брони. И на них можно многому научиться и прокачать очень хороший скилл. Если внимательно играть, изучать позиции, карты, особенности игры, механики игры и уметь играть без брони, позволят вам нагибать на любом классе техники и на любом танке. Эта ветка как тренажер для новичков в самый раз. Польская нация состоит из одной ветки тяжелых танков. Тяжи здесь начинаются аж с седьмого уровня. Ниже только СТшки и в самом низу ЛТшки. Ветка очень добротная. Танки все хорошие. Мне очень сильно понравилась восьмерка и десятка. Девятка в принципе тоже норм, но я не любитель настолько кривых пушек. Восьмерка здесь 53 ТП. Она больше с уклоном в СТ. Такой жирненький средний танк. Ну а 60 ТП это довольно таки популярный сейчас танк. Любят на нем понагибать. Здоровенная Альфа. Неплохие УВНы как для такой здоровенной пушки. Играть в принципе на нем комфортно. Че-то иногда даже там танкует. Но в целом нужно играть просто от Альфы и лишний раз не подставляться. Рекомендую эту ветку для прокачки новичкам. Переходим к шведам. Здесь в принципе три ветки. Ветка средних танков. Прям скажем вообще ни к чему. Что касаемо тяжелых танков. Их можно прокачать для разнообразия. Когда вы уже основные хорошие ветки прокачали. Танки не сказать что имбовые. Но интересны для разнообразия. Самые крепкие башни в игре. Самые хорошие УВНы без пневмоподвесок. Просто пушка хорошо опускается. Но пробитие чуть пониженное. Пушки немного корявые. Поэтому немножко им не хватает до имбовости классных пушек. Ну и шведские ПТшки. Это очень точные ДПМные пушки. Великолепная маскировка. Но стрелять они могут только из осадного режима. А это занимает время. Поэтому только для разнообразия могу порекомендовать их прокачать. Если вам нравится такой стиль игры. Из куста накидывать урон. Менять позиции. И из другого куста накидывать урон. Больше эти ведра ничего не могут. Понравится это может не каждому. Ну и последняя итальянская ветка. Могу рекомендовать ее к прокачке новичкам. Поскольку вся ветка хорошая. Плохих танков тут нет. Плюс еще с 8 по 10 уровень. Очень хорошие танки. Фишка у них в том, что у них есть барабан. Который еще и сам заряжается. По одному снарядику потихоньку подзаряжается. Танки сильные. Хорошие. С точными пушками. Но брони в них особо нет. Поэтому нужно играть аккуратно. Вот такой мой обзорчик на нации World of Tanks. В целом не так уж и много классных веток в игре получилось. На 2020 год. Это советские эстэшки. Немецкие эстэшки. Японские эстэшки. Польские тяжи. Ну и итальянские эстэшки. В целом это основные ветки. Которые стоит прокачать. Они самые классные и офигенные. Остальное в основном шлак. Ну или полушлак. Так называемые ветки для разнообразия. Также в группе ВКонтакте в специальной теме. Эти скриншоты с моими обозначениями тоже имеются. Если хотите можете посмотреть. С вами был Варчик. Горать красиво. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok